Ну что, приступим к разбору событий. Установили дебаг-вью, теперь все станет понятно. Для тех, кто смотрит по диагонали, что такое дебаг-вью и как его подключить, я рассказывал в конце предыдущего урока. А что такое Google Analytics и как ее подключить в первом. Итак, у нас зафиксировано первое событие. Page View. Просмотр страницы. Если бы человек зашел на сайт впервые, было бы зафиксировано два события. Кроме Page View был бы еще First Visit. А еще должен быть старт сессии. Но она стартовала раньше, когда я еще не включил дебаггер. Сейчас я пока тут покликаю, чтобы наполнить. То есть при заходе нового пользователя сразу фиксируется три события. Первый визит, старт сессии и просмотр страниц. Если пользователь что-то делает на сайте, фиксируется еще два события. Вот мы перешли по двум ссылкам и он отметил целых четыре события. При переходе, кроме Page View, фиксируется еще User Engagement. Вовлеченность пользователя. Уже что-то. Если у вас на сайте много Page View, но нет отметок о вовлеченности пользователя, значит пользователь просто не переходил по сайту, а сидел на одной странице. На каждое событие можно нажать и получить дополнительную информацию, посмотреть на параметры. Это очень важно в связи с настройкой собственных событий. И к этому мы очень скоро перейдем. А пока можно просто посмотреть, какую именно страницу открыл пользователь. Page Location или откуда он пришел на эту страницу Page Referer. Ну и тут есть другие параметры, к которым мы еще вернемся. Если у вас вдруг зависает Debug View, это не его вина, просто не забывайте закрывать окно с параметрами. Ну и собственно теперь нам понятно, почему при 15 пользователях так много событий. Большая часть это Page View. User Engagement меньше, но показатель высокий. Все пользователи впервые зашли на сайт. 15 посетителей всего и 15 First Visit. Бывало, что пользователь долго сидел на сайте, потому что было запущено 24 сессии. А новая сессия запускается, если пользователь совершил какое-то новое действие через 30 минут без действия. У нас 24 сессии на 15 пользователей. И на этом пока все. Информации много, но это лишь малая часть того, что вы можете вытащить из аналитики. Дело в том, что кроме четырех предустановленных событий, в аналитике можно отслеживать дополнительные события, которые входят в комплект улучшенной статистики. И их нужно просто включить. Еще есть рекомендуемые события, которые нельзя просто включить, но у них есть имя и они описаны в спецификации. А также есть специальные события, которые вы настраиваете самостоятельно под собственные нужды. Начнем с дополнительных событий. Их нужно включить. Делается это просто. В принципе это делается при подключении аналитики, но я не стал, так как те уроки вы могли пропустить, если аналитика у вас уже установлена, а сейчас у вас бы ничего не работало и вы не понимали почему. У меня кстати не работало и я не понимал. Вам нужно зайти в поток данных панели администратора и вот здесь нажать на шестеренку в улучшенной статистике. Сейчас у меня отслеживаются только просмотры страниц, а мы подключим прокрутку, исходящие клики, поиск по сайту и так далее. В принципе все описано и понятно. Что-то можно не включать или отключить впоследствии. Вот теперь тут собрано куда больше событий. И они должны появиться у вас вот здесь в событиях, но они не появились. Потому что появятся они здесь через 24 часа, ну или раньше. При этом сами события начнут фиксироваться раньше, но тоже если не начнут сразу не бейте тревогу. Подождите. Зашли в дебаггер, проверили, что расширение включено и перейдем на страницу. Например, о нас и прокрутим до футера. Вернемся на главную. Итак, что нам говорит дебагвью? User engagement. Понятно. Просмотр страницы. Какое-то странное событие. Page view о нас. Далее scroll. Это уже из подключенных только что. Далее опять просмотр страницы о нас. И еще один просмотр страницы. Это когда мы вернулись на главную. В следующем уроке мы со всем этим разберемся. Понимание того, какие события запускаются или не запускаются в зависимости от поведения пользователя, позволит вам избежать ошибок при анализе этого самого поведения. А также мы научимся создавать собственные события. Вот это непонятное page view о нас как раз и было событием, которое я создал самостоятельно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова